Приветствую вас, мои родные и любимые, христалюбчики и братцы, сестры во Христе и все люди на земле. Ну что, почитаем комментарии. На лаве комментариев совсем немного. Роликов у меня почти нет, но я хотел записать так, кое-что себе сказать. Надежда Усачева к ролику о голодании пишет, поможет только сухой голод и баня. Удачи. Надежда Тишли пишет к прошлому ролику ответов, чтение комментариев, ответов на вопросы. Понимаю, я тоже своим родным перестала про проповеди говорить. Та же история. Да все мы проходим одно и то же, и на самом деле с этой всей проповедью. Что о любви? О ней, конечно, надо говорить и бессмертие. Вы знаете, да кто этим будет жить, у него это будет просто вплетаться в разговор, в мировоззрение, там, чего бы ни касалось, там, медицины, смерти, достижений, учебы. Кто в это верит, в любовь, бессмертие и свободу, тот это и так будет во всей своей жизни. Если он действительно верит, это будет в его жизни проявляться, вот и все. Человек это будет так жить, через призму этого, это однозначно. Вот, поэтому на самом деле, если мы так живем, мы, кстати, уже проповедуем, я об этом много раз говорил, это тоже надо не забывать. Вот, а если как раз мы не живем, как я говорю, про те же самые капища, знаете, там, все это делаем, то мы это исповедуем. Вот это очень важно понимать, сам Господь сказал, сотворите и научите, да. То есть, если мы живем, знаете, понятиями бессмертия души, я говорю, это будет на всем отражаться, вы это прекрасно понимаете. На том, пойдете ли вы учиться или нет, куда вы пойдете, как вы будете на все это смотреть. Это всегда будет видно в весах человеческих поступков. Есть это вообще в этом смысл. И если платить, как я все говорил, за эти вещи такую цену, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Да, то есть, ты будешь взвешивать, а стоит ли это того, вот этих всех усилий. Вот. Так что, вот так вот. Человек, верящий, что он живет один день, я говорю, ему надо все повидать, весь мир посмотреть, да. Ой, что-то, одна жизнь, надо потрачить, надо потом все это заработанное отдавать, там, я говорю, на этот самый отдых, чтобы там 200 тысяч отдать, чтобы вдвоем там слетать куда-то, я не знаю, в Таиланд какой-нибудь. 200 тысяч, чтобы заработать, надо два года, по сути, пахать. Там, ты же за 50, ты только при половине откладываний, ты сможешь их там накопить с горем пополам, да. И отдать их там за 10 дней. Есть ли в этом смысл? Если тебя после смерти и так ждет Таиланд. И каждого, кто стремится к истине, к любви, к свободе, к счастью. Бог, это Таиланд еще Адаму с Евой сделал, они от него отказались, не ценя его тогда. Сейчас люди, познав это, а жизнь короткая. Кто, 70 тащи 80, да, сказано в Писании, кто-то и до 50 не доживает, кто-то и до 30, а кто-то и в юности умирает. Вот, так что, все это, ты начинаешь жить по-другому, я говорю, если у тебя призма бессмертия, это совершенно другое. Вот, та же самая любовь, она будет во всех делах проявляться. Если ты перестанешь, я говорю, там, ругаться, выражаться, людей оскорблять, это будет заметно. Твоя речь, твоя, даже вот в какой-то компании, это все будет видно. Кто ты, как ты, даже без слов. Вот, а кто-то спросит. Та же самая свобода, она будет видна в человеке, как он относится. Что он ничего, ведь свобода, это синоним бесстрашия, тоже можно сказать, да, ты ничего не боишься. Если ты свободен, свободен даже от боязни смерти, да, потому что веришь вот в это бессмертие, это другая жизнь. Я говорю, другие поступки, другие мотивы, все это будет видно. Вот, поэтому, я говорю, все проповедь подразумевают, что это вот прям, только проповедь об Иисусе. Причем как о Сыне Божьем, в Которого, если ты поверишь, что он Сын Божий, ты спасешься. Это чушь, это от такой проповеди кому станет легче. Действительно, вы сами верите, что люди от этого спасаются, и я нет. Я поэтому это и не проповедую. А вот то, что человек будет до бесконечности мучиться, перерождаться в этом там аватарах, на этой земле, в будущих каких-то там этапах будет, прежде чем попасть в этот Таиланд божественный, это да. Поэтому, чем скорее человек признает любовь, свободу и бессмертие, будет жить в соответствии, изменит свою внутреннюю душу в гармонии с этой природой бытия, потому что это сущности есть, вот тогда он и попадет. Поэтому это надо проповедовать. Но это надо проповедовать по принципу, как учил Иисус. Сотворите и научите, сами делайте. Те же самые культы, я говорю, чем мы раньше от них отлепимся и будем светить вот этим свободой. Это же очень важно, вы знаете, одно вот это очень важно. Казалось бы, иногда, сколько меня за это долбят, кто-то не признает. Нет, это важно. Сам Иисус же от этого отлепился, вы поймите. При культе Моисеева все эти бредни, это можно лапшу на уши вешать только невеждам. Люди вежественные знают, что Иисус сам, ему никакого дела не было. То, что его там в детстве, как бы, как сказать, из-под палки родители заставляли соблюдать сам, он уже этого не делал и не исполнял. Это очень важно понимать. А раз он этого не делал, мы знаем, что он это не проповедовал. Если он сам что-то делал, да, для того, чтобы спасти, как Павел говорил, хотя бы некоторых из тех же иудаизма, да, что-то там соблюдал, да, то это не говорит о том, что нам нужно соблюдать, и тем более какие-то новые культы, потому что он этого прежде всего не учил. Он не говорил, что вы будете потом, новые предания старцами растут, мою проповедь истинной простоты учения, да, и вы должны будете все это соблюдать. Нет, это вас затянет точно так же, как затянул иудеев. Я говорю, тем более, вы знаете, у нас есть оставлены действительно такие книги, как деяния апостолов, их письма, послания. Я говорю, кто на них здраво и трезво смотрит, нам же там оставлены примеры опять и хорошего, как в том же самом Писании Ветхого Завета, и плохого в поступках и словах людей. Мы помним, как тот же самый Петр, который после отречения от Иисуса был способен потом уже в том же самом Синдрионе уже, да, стоять и проповедовать истину, да, свидетельствовать об истине, набрав смелости. Опять через некоторое время сваливается и уже готов прятаться от своих братьев, что он там с язычниками общается, им проповедует. Из чего? Из страха опять. Вот вам живой пример людей. Тот же самый Павел, кстати. Все равно он скатывался до этого обряда, вот, во многих вещах, до системы создавания. Так что вот так вот. Поэтому о проповеди близким прежде всего нужно делами. Любви, свободы и бессмертия проповедовать. Алекс Чуприн пишет. Дима не допустит, должен быть членом потом с разрешением Братского Совета. Ну, это то, что мы там... Вы помните тему, да, того, что... Дадут ли, не дадут ли проповедовать в каком-нибудь собрании. Ну, не знаю. Я думаю, что они, конечно, все разные. Я согласен, что, наверное, общая масса это так, да. Но, возможно, не все такие собрания. Кто их знает? Валерий Матюхин. Храни тебя, Господи, чтобы хватило на дольше. Спасибо, что не падаешь духом и смотришь не просто в будущее, а дальше за чертом. Да для меня будущее бессмертия – это одно и то же. Нина Стекер. Спасибо, брат Дима. Приятная беседа. Я, стопом, согласен. Общаться с родственными душами приятно, интересно и полезно. Ну, да. И, причем, неважно, как я уже говорил, какие это прям души. Родственные они в исповедании, так скажем, любви, свободы и бессмертии или в каких-то других вещах. Да вы знаете, на то же самое какую-нибудь работу ты занимаешься любимым делом или еще хобби. У тебя есть единомышленники – это уже хорошо. Ну, конечно же, которые с тобой именно истину, такую вечную, вечные ценности исповедуют. Это да. С такими, конечно, отдельно приятно. Вот. Ну, опять же, опыт показывает это. Я не знаю. У меня таких немного. Да. Поэтому, конечно, хотелось бы. Но где их взять? Моя жизнь, Лили пишет, моя жизнь похожа с тем, что ты говоришь, присытилась и уехала с Канады. Очень интересно, мир вам. Ну, я не понял насчет Пресыщения. Чего я там… Я вроде о Пресыщении ничего не говорил. Чуть я не помню такого. Вот. Ну, так что вот так вот. Ролик короткий. Но я решил все-таки не мешать его с Христолюбом. Там отдельный вопрос по писанию есть. Вот здесь кратенько тоже сказал. Все равно. Ну, сейчас на лайве… Не зря он называется Христолюб Лайв. Да, в принципе, о моей жизни. Что в моей жизни происходит? Да ничего. Сейчас я в Воронеже у папы. Папа мой что-то совсем развалился. Весь больной, перебольной. Хотел вот сегодня суббота. Пишу ролик. Завтра он выйдет у вас. Хотел завтра в Пузерень свое опять поехать. Хоть на пару месяцев. Хотя такое лето в России, правда, караул. Это мне повезло как-то в Сочи и в Питере я был. И в июне в Пузево. Было жарко, хорошо, тепло. В августе вот приехал сюда в Воронеж, получается, вернулся. И что-то тут вообще… Сейчас вон опять дождь льет пасмурно, все затянуто. И тут папа у меня болеет, поэтому даже я не знаю. Возможно, я здесь и останусь. Может, даже и до весны. Даже не знаю, как. В Пузево даже не получается уехать. Вот. Все время вот то по скорой там увозят, то еще что-то. Так что уже второй раз я же хочу уехать, и не получается. Так что в жизни моей особо ничего не происходит. Того, чтобы выложить интересненького. По поводу каких-то проповедей в свободе слова, как я иногда пишу. Ну, там я хоть вы знаете, началось все с того, что все-таки действительно, когда живешь в частном доме, один этот частный дом, улица способствует каким-то таким свободным размышлениям, прогулки. Я помню, я помню, по горам по этим ходил, ездил на велосипеде. А здесь что, сидишь в комнате-то, живого ничего не запишешь. Ну, и на Христолюбе сейчас после неоднократных попыток у меня получается писать, одновременно читать, ну, записать ролики, читать по чтению Ветхого и Нового Завета. Одновременно мы с вами идем. Кто не в курсе, я еще раз приглашаю, пожалуйста, на Христолюбе там и Новый Завет заново я начал читать с Евангелия от Марка. Уже какая у нас там, седьмая глава где-то идет, шестая, седьмая. И Ветхий Завет мы уже, я уже заканчиваю числа. Вот, начинаю, готовлю тексты по второзаконию. Скоро будем второзаконии. Я думаю, что через месяцок закончим Тору. Вот, что удивительно, я даже не ожидал. Вот, предстоят нам там еще очень много интересных, действительно, книг. Ветхом, знаете, есть и очень хорошие книги, в общем, полезные, отрадные, назидательные. Ну, а на эпитектине же было не бесполезно. Вот, кто прослушал, прочитал, я думаю, не остался прежним навсегда уже. Так что всех приглашаю. И там, конечно, я пишу помного. Сейчас вы знаете, если не знаете или заметили, в последние дни уже прошлую неделю я выкладывал, то есть в 9 утра, ну, как раз лайф-канал, вот я вам расскажу. В 9 утра выходит по Евангелию, как хлеб небесный, да, чтобы попитаться ролик. А по Ветхому Завету я сейчас даже 2 выкладываю, 1 в 6, в 18.00, ну, все по Москве, естественно, по московскому времени, у меня в Воронеже тоже московское время. А второй еще в 21.00, то есть 1 по Новому Завету в 9 утра и 2 по Ветхому, в 18.00, в 21.00. Ну, если я что-то тут на лайф выкладываю, обычно я стал в 12.00 выкладывать в полдень. Что будет, что не будет, не знаю, пока каких-то особых таких мыслей нет. И я говорю, и в тех видео, в принципе, я все равно говорю, все, что связано. Ну, какие-то переживания жизни, они же откладываются, да. Вот, и уж я не говорю о том, что даже при чтении Ветхого Завета, сейчас еще и новое читаем. Такую общую мысль, да, общий наш смысл, цель жизни, учения Христа, я всегда подчеркиваю, о любви, о свободе, о бессмертии всегда говорю. Вот, поэтому, конечно, у меня для лайфа-то и не остается слов, так скажем, да. Вот, и есть даже мысля еще на Христолюбе, на том канале по чтению, на основном, я все-таки считаю, еще и Льюиса почитать. Есть у меня желание начать с расторжения брака, очень такая интересная книжка, написанная об Аде и Рае. И есть мысля тоже начать читать, как раз там где-то, может, часов три дня выкладывать. Так что для лайфа особо времени-то не остается, не времени, а даже, так скажем, слов, слов не остается реально, чтобы сказать такое. Вот, так что вот так вот. Ну все, на этом все. Всех люблю, целую, обнимаю, прощаюсь с вами, до встречи в следующем ролике, ну и на канале Христолюбе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok